Книга выпуска стала книга «Скитание» Юрия Мамлеева. Здесь, во-первых, роман «Скитание», который опубликован впервые. Это один из самых поздних романов Юрия Мамлеева и «Американские рассказы». И этот сборник объединен как раз темой эмиграции писателя в Америку. Юрий Мамлеев признанный классик и основатель жанра «Метафизический реализм». И роман «Скитание» с одной стороны показывает нам немножко другого Мамлеева, практически реалистичного, который показывает, как они с женой Марией в романе «Их зовут Андрей и Лена» переезжают в США и устраиваются на новом месте, пытаются найти работу, пытаются найти жилье, общаются с эмигрантами, которые уехали раньше. Но при всем этом внешнем реализме, вот этот метафизический реализм в этом романе тоже присутствует. Он есть в диалогах, он есть в нарастающем чувстве энтропии, которую испытывает герой. И в этом смысле соседство с американскими рассказами, которые уже знакомы читателям и поклонникам творчества Юрия Мамлеева очень интересно, потому что оно позволяет показать вот этот срез американского периода жизни писателя и его художественное осмысление на разных жизненных этапах. На более раннем, когда писались американские рассказы, и на совсем позднем, когда писался роман «Скитание». Еще одна книга, которая вышла совсем недавно, это роман Рагима Джафарова «Его последние дни». Совершенно новый роман, никогда не выходивший раньше, который исследует с одной стороны проблему творчества, творческого метода работы писателя над книгой, проблема саморедактуры и в принципе передактуры текста, но построена она очень интересно. Некий человек, писатель, стимулирует психическое расстройство для того, чтобы попасть в психиатрическую клинику и написать о ней роман. В романе, в свою очередь, он тоже пишет о герое, который ложится в психиатрическую клинику для того, чтобы написать роман. Таким образом, писатель создает три романа. Один в другом, каждый из героев, в которых рассказывает, по сути, одну и ту же историю, только немножко с разных точек зрения. И, как всегда у Рагима Джафарова, здесь мастерские, совершенно ни на что не похожие идеологии и удивительный кульбит в конце, который полностью меняет представление читателя о сюжете. Роман Ислама Ханепаева «Большая суета». Такое новогоднее, зимнее чтение, потому что сюжет в этом романе разворачивается в последние дни декабря, перед Новым годом. И это, с одной стороны, социальная сатира, а с другой стороны, такая сказка для взрослых. Потому что его называют русским Бакманом или дагестанским Бакманом. И действительно, здесь есть какие-то общие черты с романом Бакмана «Тревожные люди», но на самом деле это абсолютно уникальная история о том, как несколько смельчаков, у каждого из которых свои какие-то мотивы, свои цели и задачи, собираются перед Новым годом на огромном дереве, на огромном буке, который растет в центре Махачкалы, для того, чтобы его спасти от вырубки. Потому что его хочет срубить крупная девелоперская компания, для того, чтобы построить там офисный центр. И у каждого из этих героев своя история. Конечно, автор рассказывает каждую из этих историй. Еще есть история мэра Махачкалы и множество других героев, которые дают читателю, во-первых, возможность погрузиться в атмосферу этой книги, а во-вторых, узнать о проблемах общества и каких-то чаяниях современного Дагестана, современной Махачкалы. И, наконец, книга не новая, но которая, мне кажется, очень важной. И если вдруг вы ее не читали, я рекомендую обратить на нее внимание, особенно если вы посмотрели, прочитали «Сердце Пармы» и вам понравилось. Это тоже исторический роман Алексея Иванова. Называется он «Золото бунта». Так уже понятно из названия, события здесь происходят сразу после Пугачевского бунта, сразу после Пугачевского восстания на Урале. Это промышленная держава, огромное количество заводов расположены вдоль рек на Урале. И сплавщики, которые доставляют по рекам железо из одного региона в другой, это единственный путь, вот этот путь железных караванов, единственный путь, которым железо может уйти с завода дальше на какие-то производства. Молодой сплавщик Асташа, у которого отец погиб на сплаве, его отца обвиняют в том, что он украл и спрятал золото бунта, должен, с одной стороны, восстановить честь отца, а с другой стороны, найти это самое золото для того, чтобы доказать, что его отец невиновен. Ну и, по сути, это роман воспитания, роман становления, это роман об отношениях и, в каком-то смысле, это производственный роман о том, как строился быт и жизнь особой группы людей, особого профессионального сообщества сплавщиков, которые были только на Урале. Это все книги, о которых я хотела рассказать в этом выпуске. Читайте с удовольствием. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова